Ну, наткнулся на то, что у Роберта Рождественского в 2022 году будет юбилей. Прекрасно зная о том, что Роберт Рождественский – это уроженец Алтайского края, я подумал, что хотелось бы организовать какой-то концерт памяти Роберту Рождественскому. Увидел, что на Алтае это ежегодное мероприятие, рождественские чтения. Это мероприятие пользуется просто очень большой популярностью, и оно уже известно, понял, что это, наверное, не стоит реализовывать, потому что уже до меня это все уже сделали. Просмотрев одно видео, где Рождественский говорит, что на него большое влияние, на его творчество оказала Марина Цветаева. И в этом видео он говорит о том, что он считает ее не просто поэтессой, а поэтом с большой буквы. И во многом обязан именно ей. На родине Цветаевой я узнаю, что 2022 год юбилейный у Марины Цветаевой. И вспоминаю это видео, где Рождественский говорит, что Марина Цветаева повлияла очень сильно на его мировоззрение, на его творчество, на его отношение к поэзии. И вот таким случайным образом у меня возникла идея объединить их творчество. Оказалось, что не только Цветаева повлияла на Рождественского, но и Рождественский оказал огромное влияние на популяризацию творчества Цветаевой. В частности, он был инициатором открытия дома-музея Цветаевой. Я на связи с Катериной Робертовной Рождественской, от нее еще полгода назад получил разрешение, говорю, Катерина, вот хочу написать два произведения на стихи Роберта Рождественского. На сегодняшний день уже написано 164 песни на стихи Роберта Рождественского. Я начал искать стихи, ну практически нет пригодных для песен стихов, потому что уже использовали все возможности, все композиторы попробовали себя. На многие стихи написано уже несколько вариантов песен. Когда совпадает атмосфера, тогда все рождается само собой. Так у меня получилось с песней от други. Три месяца я ходил с этим стихотворением в кармане. Не мог ничего придумать. У меня версии 15, наверное, на эту песню есть. И быстрых, и веселых. То же самое я брал стихотворение «Все начинается с любви». В эту симфоническую эстетику добавляем немного рока, немного современного звучания. У нас там будут, в принципе, и электронные перкуссии задействованы, и электрогитары. То есть и в концерте, и в музыке. Это не будет классическая симфоническая музыка в чистом формате. Это уже будет современный формат.